Что нужно хорошему штурмовому танку? Крепкая броня, мощное орудие и солидный запас очков прочности. А что, если все эти характеристики объединить в одной машине? Представляем вашему вниманию БЗ-75 — вершина китайской ветки тяжёлых танков с ракетными ускорителями. Первое, что бросается в глаза при виде нового ТТ — необычный внешний вид. Приземистый, длинный и... О-о-о-о, нет, что это? Два люка и выступ под казённик. Так, о чём это я? Бронирование у танка достойное. Благодаря рациональным углам наклона брони большая часть снарядов будет отскакивать от ВЛД. От НЛД таких же результатов ожидать не стоит. Есть тут любители играть от борта? Это можно, но осторожно. И не забывайте про выступ моторного отсека, в который иногда прилетает. Башня у машины низкая, рикошетная, и танкует почти всё. Держит даже специальные снаряды ПТ-10. Но это не точно. Хоть бронирование БЗ и позволяет чувствовать себя уверенным бойцом, а Хелесова пята всё же есть на лбу. Тут на помощь приходят хорошие углы склонения орудия. Минус 8 градусов позволяют отыгрывать от крутых рельефов. Можно почти полностью спрятать лючки. Попробуй теперь попади. Кстати, об орудии. БЗ-75 за один выстрел способен откусить от противника солидные 650 очков прочности. Эээ, ты зачем сюда приехал? Точность, как и сведения, не запредельны. Снайпер из танка никакой. Стоять на нём в кустах — не самая лучшая идея. Бронепробитие как базовых, так и специальных снарядов на уровне одноклассников. Так что классические позиции тяжёлых танков — это хлеб с маслом для БЗ. Машина подойдёт любителям играть от альфы. Но если есть альфа и броня, значит нет подвижности. Действительно, если заглянуть в этот ход двигателя, БЗ-75 звёзд с неба не хватает. 12,7 лошади на тонну — не самый выдающийся результат. Но есть нюанс. И имя ему — ракетные ускорители. Такой неожиданный поворот противник точно не ждёт. Начальный импульс позволяет быстро преодолевать опасные участки. А благодаря увеличенной мощности скорость на пересечённой местности практически не падает. Перезарядка способности — 4 секунды. Используйте как душе угодно. Добиться максимальной подвижности БЗ-75 из оборудования позволит турбина. Её ставить обязательно. В другие слоты — закалка и досылатель. В полевой модернизации нужны вездеходная ходовая и демонтаж обшивки. Со всеми модификациями машина на ускорителях набирает солидную скорость. Одно нажатие кнопки «Х» — и большая часть тяжёлых и значительная средних танков остаётся позади. Надо только не забывать заново прожимать кнопку. Представьте удивление СТ, который приехал на гору Химмельсдорфа и встретил там тяжеловесного альфача. Тут уже выцеливать лючки не нужно. Право первого выстрела за БЗ. Отыграв от первоначальной позиции, танк способен быстро сменить место дислокации, чтобы помочь союзникам в другой части карты. Во время действия ускорителей танк практически не может поворачивать и почти не может ехать назад. Да и кому это нужно? А, вот кому. А что, если такой активный геймплей не подходит и больше нравится классическая танковая рубилова? В таком случае лучше установить закалку, досылатель и стабилизатор. Из модернизации всё на комфорт стрельбы. Ускорителей 6. Можно парочку потратить, чтобы быстрее добраться до позиций и иметь тактическое преимущество. А дальше всё по привычному сценарию. Танкуем от борта или башни, отыгрываем от альфы, углов горизонтальной наводки и не забываем про лючки. Пока противники отвлечены и занимаются своими делами, самое время использовать ускорители и перевернуть исход боя. А если враг подставил борт и весит явно меньше вас, понимаете, о чём я? Приятно слышать скрежет металла. Так что всегда держите парочку зарядов в прозапас для такого случая. БЗ-75 — интересный и нестандартный тяжёлый танк. Да, у него есть уязвимые места на башне, не очень точное орудие и невысокая базовая максимальная скорость. Но у него и жирный плюс — ракетные ускорители. Хочется проскочить опасный участок с задевавшимися ПТ-САУ противника? Пожалуйста! Нужно подловить невнимательного ЛТ-вода? Пожалуйста! Хочется ворваться в самую гущу бой и отправить парочку вражеских тяжей в ангар? Пожалуйста! Всё это, и даже больше, китайский реактивный монстр БЗ-75 может. Главное — использовать его преимущества с умом. Удачи в боях!